Удовлетворить нельзя отказать. В этот раз члены комиссии по безопасности дорожного движения не торопились ставить запятую в этой фразе, когда рассматривали просьбу жителей об установке перед домом 15А по улице Шверника, знака «Проезд запрещен». Дело в том, что это уже их четвертое обращение, а значит проблемы актуальны и требуют предельного внимания. Но и рубить с плеча не хотели. Жаркие споры за столом заняли более получаса. У каждого из участников были свои доводы, и каждый по-своему был прав. Жильцы беспокоились за своих детей. В любой момент те могут попасть под колеса водителей-лихачей, которые, не избавляясь скорости, проезжают перед подъездами. Случаи уже были неоднократно. Ребенок выбегает отсюда, здесь едет машина, причем они скорость не ограничивают. Это все происходит буквально после пяти часов вечера. Здесь прям поток мощный очень идет. Сотрудники ГИБДД и Департамента городского хозяйства анализировали ситуацию в комплексе. Рядом расположены два таких же дома 15Б и 15В. Если ограничить движение возле одного, то плотность потока транспорта увеличится возле соседних многоэтажек. Любое ограничение вызывает обострение ситуации в другом месте. Вот здесь мы закрыли, в другом месте значит будет хуже. Когда все это сводится с запрещающими знаками в один поток, то там поток начинает увеличиваться. И следовательно в каких-то других подъездах, где как мы перенаправляем уже вниз, там уже люди из девятиэтажки, где ниже за вот этими бастилиями, да, то там также выбегают дети. И если раньше ехала одна-две машины, то будет ехать десять машин. После чего люди в этом зону придут и скажут, извините, как бы вы там закрыли, там закрыли, вы весь поток пустили мимо нас. Обостряют и так непростую ситуацию во дворе автомобили, стоящие возле подъездов. Они загораживают дорогу и детям не видно, едет машина или нет. Начальник ГИБДД предложил ограничить подобные парковки. Так будет легче просматривать дворовую территорию. Участники собрания предложили еще раз провести мониторинг ситуации совместно с жильцами дома и сотрудниками департамента городского хозяйства. И потом снова вернуться к обсуждению проблемы. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.